Как сделать так, чтобы те встречи, которые проводит ваш бывший муж с вашим ребенком, были замечательные и позитивные? Организуйте их сами. Сделайте так, чтобы ваш бывший муж не приходил к вам в дом. Это не нужно, раз вы уже разошлись. А, скорее всего, лучше будет сделать так, чтобы организовать эти встречи где-нибудь вне дома. Ну, допустим, в парке. Либо они сходят вместе в детский кукольный театр. Либо даже поедут в день ради, покатаются на велосипедах. Возможно, папа поведет его на выставку картин. Или они поедут на ипподром, где ребенок сможет поближе познакомиться с лошадьми. Сделайте так, чтобы эти прогулки, эти посещения, это время, проведенное с отцом, было качественное. Ведь для ребенка не важно, сколько времени она или он побыли вместе с папой. А главное, какое качество, какие удовольствия, какие новые открытия посетили его в этот момент. И самое главное, никогда не ругайте своего бывшего мужа в присутствии ребенка. Потому что ребенок, он это все очень тонко чувствует и очень сильно расстраивается. Потому что как так? Его папа, ну он не совсем хороший человек. Нельзя этого вносить в голову ребенка и в его сознание. Ему будет очень больно от этого. Найдите те качества, за которые можно похвалить и сказать, что я так счастлива, что ты взял от отца все самое лучшее. У тебя такой же веселый характер или возможно у тебя такая же феноменальная память. Я так рада, что ты так же быстро все запоминаешь, как и твой отец. Это замечательно, это супер. Пускай ваш ребенок думает, что его папа очень хороший и есть много чему можно научиться именно у отца. Поэтому ребенок будет расти в понимании того, что папой можно гордиться, что папа является той твердию, на которой нужно равняться. Что у него все-таки есть те положительные качества, за которые его можно любить. Просто вы не сошлись характерами и почему-то разошлись. Но это уже другая история, с которой ребенку нужно будет разобраться уже в будущем. А сейчас, пока он маленький ребенок, внушайте ему, что его папа в чем-то классный. Оставайтесь счастливыми в отношениях и пусть ваши дети растут счастливыми. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельяночкова. До новых встреч!